Времени не терял, я у людей, заходящих в зал, проверял билеты. Поздравляю, не принесли. Нет, без подарков. Знаете, я вдруг подумал, а ведь есть люди в зале, несколько человек, которым можно позавидовать. Это как раз те, кто ничего до этого не ведал и не знает, не видел. Вы все смотрите сейчас первый раз, и это потрясающе. Как бы я хотел вот так вот взять, обнулиться и посмотреть все это свежими глазами. То, что невозможно сделать, конечно, на автору никогда. Маленькая пауза буквально перед вторым фильмом. Есть одна... Вот, кстати, тут был момент, когда кот падает сверху в самом конце и по медведю катится. И катится он кубарем, колобком. Знаете, вот страдаешь бесконечно, потому что прозевал важнейшую вещь. Все прозевали. Кто-то ведь не видел материала. Этот кот должен был когтями, падая, процарапать эту всю шкуру медведя по спине. Вот тогда это было бы сильно, да, их реакция была бы оправдана. Нет, он просто катится колобком. Ну что медведю колобком покатился по спине у него кот? Ну страшно, я понимаю, там все подведено к этому, что типа страшно. Но вот этого важного момента не случилось. Ну прозевал. Так в каждом фильме какая-то фигня. Невозможно сделать идеальное кино. А скажите, пожалуйста, тут есть люди, кто сегодня был утром на мастер-классе? Боже мой. Вот маньяки-то. А еще проблема в том, что я терпеть не могу повторяться. То есть я специально спросил, чтобы какие-то вещи стараться не повторять. Кстати, про самоповтор. Действительно есть вот эта одна моя вещь в моем творчестве, в которой я действительно горжусь. Я делаю очень разное кино. И вы это увидите. То есть как будто совершенно разные люди делали. Это не самоцель. Это как бы меня так вдруг научили однажды, объяснив, что каждая история требует своего дизайна, своего персонального подхода, своей визуализации. Потому что если человек все время рисует одинаково, выдавая это за свой стиль, то будь честным до конца рассказывай одну и ту же историю. Ну как могут быть разные истории рассказаны в одном и том же графическом стиле? И как-то так я это очень быстро вник. И все время видел. Не то, что искал и мучился. Повторяю, это не самоцель. Я как-то каждый раз, когда история какая-то, сюжет приходил в голову, я сразу ее видел иначе. Совсем не так, как в предыдущем фильме. Это настолько все естественно. И в этом смысле серьезное разнообразие визуальной составляющей для публики. Так что это легко. Теперь маленький фильм «Уборная история, любовная история». 8 минут буквально. Ну посмотрите. Совсем другое кино, что называется.